у нас уже готова опара и сегодня мы будем печь очень необычный и очень вкусный хлеб присоединяйтесь всех приветствую на канале у нас сегодня такой очень необычный влог своим подписчикам в телеграм-канале я уже сделала небольшой анонс о том что у нас на этой неделе будет что-то очень необычное и необычный рецепт хлеба для любителей хлеба и не только потому что сейчас узнаете почему я сегодня нахожусь в гостях и совсем не я буду печь для вас хлеб а другой человек хочу познакомить вас с пекарем который душой так скажем болеет за свое дело и она решила поделиться с нами своим рецептом хлеба которого еще не было на моем канале и сейчас расскажет все особенности все пропорции ингредиенты я напишу в описании к этому видео но обязательно посмотрите потому что как я всегда говорю не ориентируемся на времени ориентируемся на состав муки ориентируемся на то состояние теста которое мы видим только тогда мы получим вкусный ароматный хлеб а сейчас я знакомлю вас с олей смотрите там уже у нас идет работа оля расскажите пожалуйста как как вы вообще вот пришли к этому рецепту это чей-то рецепт это какой-то национальный рецепт что мы сегодня с вами будем печь в общем доступе называется хлеб десертный он очень пахучий ароматный в нем как вы видите сухофрукты орехи солод даже есть кориандр я бы сказала на своем опыте что хлеб такой больше девчачий мужчины они очень любят он сладкий очень пахучий хлеб хороший один из моих первых я таких либо очень люблю когда особенно сидишь на диете но хочется чего-то сладенького и что вместо того чтобы съесть пирожное с обилием крема мы можем съесть с вами маленький кусочек хлеба вот с такими сухофруктами натуральными кстати хочу обратить ваше внимание что оля как и я в принципе достаточно стройные девушки просто у меня часто спрашивают что хлеб говорят что как можно есть хлеб на закваске он но вредный для нашей фигуры откладывается и так далее я уже много раз объясняла что все весь вопрос в том сколько вы съедите хлеба а на закваске хлеб наиболее полезен вот дети даже подтверждают я считаю что с медом хлеб аромат не получается да я тоже делаю с медом девочки мои знают ну я пишу сахар обычно но всегда сахар мед так сейчас туда идет мука здесь два вида ржаная и пшеничная то есть состав вообще простой заварка тоже простая заварка без осахаривания солод с кипятком мука пшеничная 130 грамм и 130 грамм ржаной муки затем добавляем сухофрукты с орехами обращайте внимание нас на не состав а консистенцию теста да но здесь достаточно плотно и я его потом буду вымешивать руками мокрыми я предпочитаю мокрую формовку ржаного кто-то формует на сухую но я не люблю мокрой гораздо чище получается вот такая вот у нас получается консистенция сухофрукты можно заменить как любите можно добавить к нуклу брать изюм в общем как хотите любые орешки соответствуют для тех кто живет у нас в владивостоке артеме в других городах приморского края но бывает наездами например в владивостоке можно приобрести оля печет хлеб на заказ я в описании к видео также оставлю олен telegram где можно с ней связаться обговорить все моменты так ингредиенты у нас будут в описании пока наблюдаем я уже неоднократно рассказывала что хлеб можно замораживать чтобы не заморачиваться я пеку сразу много хлеба и замораживаю и целыми буханками и нарезанный поэтому вы можете приобретать хлеб большом количестве так скажем потом его просто хранить и размораживать в холодильнике тоже рассказывала как разморозить у меня тоже написано вот далее дело вот так люблю вот так работать с тестом ничего не вываливается на стол руку мочим потом становится очень послушным не липнет вот такой вот ручной замес если честно пахнет шоколадом а шоколадом пахнет потому что мы делаем солото добавляли да 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 так затем да вот так вот и вминаем как будто бы ну вот так видите она даже не липнет нигде потом ставим его на брожение некоторые не ставят ржаные хлеба на брожение а сразу форму но я предпочитаю все таки поставить чтобы увидеть как он вырос насколько все правильно технологически происходит вот так вот ну все муки нигде нет ни промесов нет здесь нам самое главное соединить все ингредиенты не нужно его не накатывать не ничего с ним делать потом приминаем немножко чтобы было видно когда тесто вон готово накрываем шапкой пакетом и оставляем на столе ну часа на два здесь много опары поэтому он очень быстро будет такой многоопарный тесто Оля сколько температура воздуха у нас примерно сейчас в помещении иногда если холодно здесь у нас 26 градусов 26 ну где-то для одного часа два часа два опара была хорошо подошедшая да то я ставлю под лампу либо в микроволновку с горячей кружкой чего-то ну у батареи редко рекомендую даже иногда какие-то коврики продаются для рептилий слышали? ну я сейчас думаю слишком заморочно все накрываем пакетом и ставим в тепло тесто у нас расстоялось и сейчас мы будем его формовать обратите внимание на его вид вот у нас уже есть подошедший расстойный так скажем так вот он выглядит сейчас мы будем формовать что называется следите за руками обязательно формочка даже если она вот рабочая как у меня такая прям старушка смазываем маслом и опять же как я говорила про влажную формовку чтобы не стали были чистые вот как тесто выглядит внутри видите какое оно разрыхленное поистое мы его дегазируем чтобы было удобнее работать я его беру в руки вот прям в руки и мокрыми руками хорошо что детей нету они бы сейчас мне быстро помыли мокрыми руками делаем колобочку так вот формовать его особо не надо ржаное такое тесто у вас не будет эластичным да тут же нет потому что мы добавляли ржаную муку вот обратите внимание вчера возникал вопрос по поводу того что вот нужно плотнее я написала плотнее формовать не бойтесь он потом у вас вырастет еще в формочке мы тоже сейчас покажем насколько он вырастает вы прям мочите вот так руки нет так и затем мы берем лопаточку я все таки всегда за истечку я люблю чтобы хлеб был красив и отправляем уже на конечную расстойку это занимает где-то буквально такое хорошо выброженное тесто минут ну сорок и уже смело можно в печь тут если хотите чем-то можно посыпать любите там кориандр зерна или что-то еще вот он влажный у вас влажными руками присыпали например зернышками здесь разнообразие вкусов конечно большое именно в этом честь и вот так вот их вдавили так же накрываете бахилкой или чем я работаю просто пакеты бахилы шапочки для душа мне кажется ничего хуже не делает и так же в тепло вот сейчас у нас на поверхности нет никаких пор ну видно что оно такое мокренькое потом когда оно расстоится вы сразу это поймете тоже покажем расстоянную уже булочку он пахнет аромат просто обалденный красота какая опытная форма прошедшая сразу видно хозяйка печет каждый день каждый не остановить хозяйку все да сразу хочу сказать будьте внимательны хлеб вызывает привыкание один раз попробовав уже не сможете от него отказаться но тем не менее этот хлеб намного здоровее вкуснее я хочу сказать вы даже не сможете съесть его в таком количестве как магазины потому что он сытный и он действительно насыщает организм ну и витамины естественно потому что мы закваску используем ферментированный продукт полезный для кишечника ну и опять же горячий не кушать да обязательно оставляем хлеб остывать на решетке как я показывала чтобы он не намок ну и ждем когда он испечется и покажем вам конечный результат вот булочка которую мы формовали при вас сейчас то есть мы снимаем около полутора часов пока мы сделали немножко начала потом вот Оля сформовала вот этот хлеб при вас и вот он уже расстоялся мы сейчас посмотрели меньше часа у нас прошло здесь большое содержание закваски поэтому такая небольшая хитрость если вам нужен хлеб побыстрее например то вы можете побольше положить опары и у вас будет быстрее происходить подъем но все ингредиенты будут в описании я все подробно вам напишу расстоянную буханку хлеба мы ставим в разогретую до 250 градусов духовку предварительно вот так сбрызгиваем корочку чтобы она была эластичной и не треснула через 15 минут мы с ней снизим температуру так у нас сегодня эффект полного присутствия к нам мама присоединилась мама не убегайте нет что называется девочки взрослые без мамы никуда мама тут достала нам смотрите какую красоту мы вам еще покажем это штоллины я пекла на рождество очень вкусная выпечка очень долго его хранить как ляльку я его замотала символизирует младенца Иисуса Христа там внутри марципан подожди Оля подожди по поводу мы тоже делали с девочками я делала рецепт без марципана у нас только было супа фруктами мне просто не верили что он так долго хранится спрашивали что вы туда добавляете ничего я тоже объяснила вот вам подтверждение у меня не сохранилось у меня съели у нас тоже просто быстро съедается а мама сохранила что я вам рассказывала тут много масла много сахара которое создает корочку а здесь еще с марципаном этот без марципана тот был продан уже это как такой сдобный хлеб он выглядит как хлеб но кстати он жирный а в предыдущем был такой марципан я тоже сама делала первый раз в этом году Толин не может быть не жирный это как раз консервант он тоже на закваске видите какая ферментация какие дырочки кстати вот эти сухофрукты стоят месяц в холодильнике до того как мы начинаем печь когда он примерно испечен но я думаю месяц ему уже тоже вы же раньше начинаете печь недели 3 ну вот смотрите недели 3 то есть печем можем отправить своим родственникам друзьям по всей стране посылка примерно не будет гулять да вот вам подтверждение моих слов просто он такой вкусный что хоронится он конечно редко так долго значит человек живет один или сверит за фигурой одного локтика вот спасибо маме скажем я его режу тоненько-тоненько и ем с чаем да как великотек так что такой мы тоже печем смотрите какая красота так что экспериментируйте экспериментируйте и будет нам с вами счастье Оля расскажите сначала о температурном режиме что мы как ставим так сначала мы ставим на 250 на максимальную температуру и 15 минут у нас схватывается корка в горжаном хлебе корочка должна встать потом температуру снижаем до 180 градусов и 45 минут при этой температуре я буду готовить так сейчас берем наш супер варшин корочку мы побрызгали перед тем как поставили показали вам обязательно обязательно брызгайте корочку вот такая делаем все аккуратно видите как хорошо когда у нас проверенные старые формы хорошо не поваливается хлеб опять же после приготовления корочка сбрызгивается тогда она будет такая глянцевая хорошенькая и на решетку хлеб остужать обязательно на решетку чтобы нижняя донышко не как парила да конечно у него температура внутри 100 градусов будет парить красота ну сейчас на решетку ждем ждем остывания горячий хлеб мы не едим наконец-то мы дождались вот наш хлебушек вот такой красивенький ну что будем резать давайте все режем пожалуйста хлеб влажный достаточно все-таки он сколько ой какая красота да у него порочки видите хорошо выображены вот такой вот получается хлебушек сейчас я его перережу вот вот ровненький ммм маслица намазать такое подтаянное немножечко на него вообще вкусно но можно и можно и без маслица да кстати я слышала что подсушенный хлеб имеет меньший гликемический индекс да полезен для желудка у него кислотность ниже нам смотрите какая красота а намазать нарезать маленькими кусочками на стол вообще красотища да его детки любят ну вот считайте это вам вместо пирожных посмотрите намного полезней насколько вкуснее вот всякие разные можно и ягодки можно использовать да тут на любителях кто что сушит какую-то ягоду сюда орешки как видно хорошо аромат стоит и вот его пожалуйста можно даже нарезать можно заморозить целую гулку если вы например покупаете можно сразу две три купить заморозили в отдельные пакеты а можно вот так остывшие уже нарезать сложили вот так вам надо на завтрак например 4 человека по 4 кусочка сложите потом достал и все с вечера достаете в холодильник кладете и утром у вас размороженный можно либо в тостер либо еще куда-то ну не красота ли? ну не молодцы ли мы? Оля вы волшебница просто просто волшебница это очень удачный рецепт и опыт конечно так сейчас будем дегустировать так еще раз хочу вам показать какая красотища очень вкусная полноценная абсолютно полноценное блюдо получается вот подружку приглашаете такой хлебушек и никто не откажется это вам не пирожное с кремом да искусственно да все натуральное вот я себе так кусочек отрезала вот когда чернослив конечно это вообще просто да он дает такой особый вкус да это конечно почему апельсином немножко я положила пару штук вот таких вот цукатов апельсинов я что ли наготовила у меня осталось ну тут опять же все на любителе кто что любит кто кладет у меня девочки между прочим тоже в чате канала делились недавно буквально два дня назад как делают цукаты даже цукаты апельсиновые я почувствовала корочки такой запах вообще ну прям десертный да кто-то только орехи добавляют но орехи не дают такого вкуса я сейчас с клюквой делаю он прям полностью на ржавной муке в общем клюквой такую кислиночку дают очень вкусно топовый можно также в любом алкоголе замочите мужчинам понравится когда эти мужчины не любят замочите в миске в алкоголе замачиваешь в алкоголе приятного нам аппетита вам тоже всем приятного аппетита пеките такой хлеб домашний заходите на Олин канал заходите на мой канал я буду периодически вам сбрасывать Оля будет делиться фотографиями своими вкуснями обязательно буду делиться вот такими вкусностями мы тут уже с маслицем даже это никому не говорите вот такой чаек у нас так что будьте в курсе событий не забудьте на Олин канал подписаться кстати Оля между прочим выкладывает не только ну я имею ввиду где и что можно купить а какие-то посты про ингредиенты то есть тоже можно подписаться и на заметочку брать себе даже если вы сами печете хлеб то какие-то советы Оля дает полезные которые вы можете применить в своем хлебопечении да обращайтесь я буду рада помочь и за идеями так скажем за идеями за идеями идеи у меня много еще подписывайтесь смотрите подключайте не забудьте лайки ставить все всем приятного аппетита дорогие мои то есть все 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 все